Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Натальи Горбачёвой. Сегодня я буду готовить пшеничный хлеб на закваске. Закваска у меня хранится в холодильнике, вот в такой баночке. Пеку хлеб я раз в 2-3 дня и, соответственно, с такой же периодичностью подкармливаю закваску. С этого я сейчас и начну. Открою банку, я её закрываю пищевой плёнкой и делаю отверстие для того, чтобы закваска дышала. Обычно получается 90-100 грамм закваски. Переложу в чашку. Добавлю 150 мл обычной холодной воды, не кипячёной. И 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки. А теперь всё хорошо перемешаю. Получилась вот такая консистенция сметаны средней густоты. Теперь чашку я закрою тканевой салфеткой, можно полотенцем. И уберу на 2-3 часа в тёплое место. И может быть место возле батареи или около плиты. Для удобства можно завести таймер, чтобы не забыть. Через 2,5 часа моя закваска стала вот такой. Она поднялась, запузырилась. Я её перемешаю. И 4 столовых ложки я отложу в баночку. Это как раз те 90-100 грамм, которые у меня постоянно находятся в запасе. Банку я закрою пищевой плёнкой. Сделаю зубочисткое отверстие, чтобы закваска могла дышать. И уберу банку в холодильник до следующего её использования. И теперь можно приступать к приготовлению теста. Состав муки у меня будет комбинированный. Я буду использовать обычную пшеничную муку, цельнозерновую пшеничную и овсяную муку. Я отмерила необходимое количество муки и теперь её просею. Добавлю в воду яйцо. Здесь у меня соль и сахар. И осталось налить растительное масло. Мне нравится масло комбинировать. Я беру нерафинированное подсолнечное масло. Одну ложку. И ложку оливкового, либо виноградных косточек. Теперь я всё хорошо перемешаю. Те, что можно вымесить и ложкой, но можно и руками. Несмотря на то, что оно немного липнет, в принципе, это возможно. Домесить руками. Так будет проще. И затем снова положить в чашку. Чашку с готовым тестом я накрою тканевой салфеткой. И поставлю в тёплое место, для того, чтобы оно поднималось. Прошло около 2 часов. Тесто поднялось почти до самого верха чашки. Пора перекладывать его в форму для выпекания. У меня вот такая форма для куличей с антипригарным покрытием диаметром 15 см. Я аккуратно с помощью ложки переложу тесто в форму. Обминать его я не буду. Переложу просто вот таким образом. И вверх аккуратно разровняю. Так, намочу ложку. И аккуратно приглажу. Сильно нажимать не стоит. Достаточно просто вот так пригладить. Для того, чтобы верхушка будущего хлеба получилась гладкой и ровной. И теперь я тесто снова прикрою полотенцем. Поставлю в тепло, чтобы оно ещё раз поднялось уже в форме. Прошёл ещё час. Тесто в форме хорошо поднялось. И теперь его уже пора ставить в духовку. Но прежде чем я это сделаю, я прогрею духовку при температуре 190 градусов. Минут 10. И теперь я поставлю хлеб в духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Хлебушек печётся 40-50 минут. Вот такой румяный он получается. Такое донышко. Время зависит от особенностей духовки. Я выкладываю готовый хлеб на доску. Накрываю полотенцем. И даю ему полностью остыть. Корочка у хлеба получается хрустящей. А мякиш нежным и мягким. Без преувеличения могу сказать, что такой домашний хлеб, например, с маслом и мёдом, либо вареньем, вкуснее издобных булок, пряников и печеней. Попробуйте сделать такой хлеб. И вам захочется печь его снова и снова. Именно так произошло со мной. В новых видео я покажу другие рецепты домашнего хлеба. Поэтому подписывайтесь на мой канал. А этим видео делитесь с друзьями. Может быть, кто-то из них давно мечтает научиться печь свой домашний хлеб на закваске. Как вы убедились, сделать его совсем не сложно.